Всем привет, вы на канале CryptoCommons и сегодня мы поговорим о нашумевшей новости. Свершилось, друзья, финансовый конгломерат BlackRock запускает частный траст, предлагающий прямой доступ к биткоинам для своих клиентов, институциональных инвесторов. Для тех, кто не знает, ребята, BlackRock владеет практически всем миром. Вы можете почитать на Википедии, кто это такие. Это международная институционная компания со штаб-квартиры в Нью-Йорке. Размер активов под управлением этих ребят 10 триллионов долларов, чтобы вы понимали. Вот, собственно, вот все компании, которыми они владеют. И хорошая ли это новость или плохая, бычая или медвежья? Давайте разбираться вместе. И если вам нравится такой контент, не забудьте поставить лайк и подписывайтесь к нам на канал, если вы у нас новенький, тоже обязательно. Поехали. Буквально час назад сделал пост в Телеграме об этой новости и написал свое мнение, что я думаю... Да, кстати, в Телегу тоже обязательно подпишитесь, чтобы быть в курсе событий гораздо быстрее. И я написал здесь такую вещь, что этот раст, это даже не ETF, он для особо ленивых. Для тех, кто не хочет не то, что возиться с приватными ключами, а даже аккаунт на бирже не может завести. По сути, они будут просто покупать бумажки, обеспеченные биткоином. И мы-то с вами понимаем, что этих бумажек может быть легко даже больше, чем 21 миллион. И, на мой взгляд, новость скорее медвежья, чем бычья. Что я здесь имею в виду? Не в плане цены. Потому что всем, конечно же, интересно, как это отразится на цене биткоина. Будет сейчас тузамун или нет? Тузамун-то, наверное, скорее всего, будет все-таки. Потому что мы с вами понимаем, что мы уже очень сильно перепроданы. Мы находимся под экспоненциальными поддержками, под сеткой EMA Ribbon, как вот здесь и вот здесь. Ну, мы находимся объективно на дне медвежьего рынка. Но я имею в виду другое. Я имею в виду медвежья новость в плане децентрализации биткоина. В плане его самостоятельности, вне зависимости от всех этих институционалов. Понимаете, здесь хочется вспомнить слова Андреаса Антонополуса, замечательнейшего биткоина-евангелиста, которого я переводил уже больше года назад на нашем канале. Давайте покажу вам короткий фрагментик этого видео. Мы заслужили эту систему, которая позволяет нам работать с ней без третьей стороны, без управляющих, без надзирателей. Мы заслужили правила без управляющих. Мы сделали ее, убрав этого надзирателя, этого родителя, этого судью. Мы заслуживаем более эффективную справедливость. И как только мы преуспели в этом, появилась проблема, состоящая в том, что многие люди увидели, как мы преуспели, и думают, что они что-то упустили. Они не видят справедливый протокол. Что они видят, так это рыночную капитализацию. И то, что их будоражит, это что каким-то образом эти идиоты в интернете поняли, как зарабатывать деньги. И мы тоже хотим урвать часть этого пирога. И, собственно, вот они пришли, миллиардеры с Уолл-Стрит, которые сейчас внезапно поверили, что это что-то существенное. Но они не поверили, потому что увидели честный протокол. Они, возможно, поверили, потому что они видят монетарную систему, которая это создает, но они не понимают, почему это так. Им нравится результат, но они не понимают причины. И что же мы делаем, в свою очередь? Задаем ли мы какие-то вопросы? Стараемся ли мы обучить их пониманию справедливого протокола? И как дать ему широкое применение и распространение для больших систем? К сожалению, нет. Что мы видим, так это, как многие люди аплодируют. Аплодируют миллиардерам, которые наконец-то додумались до того, что мы знаем с вами уже многие годы. Мы говорим им «добро пожаловать» и слушаем каждое слово, которое они нам говорят, как будто бы они мудрецы, которые наконец-то осознали ценность этой системы. Но не стоит себя обманывать. Они не имеют и представления, в чем ценность этой системы. Они не понимают справедливость протокола, который лежит в основе этого. Все, что они понимают, это что каким-то образом мы поняли, как делать деньги, и они тоже хотят часть этих денег. И здесь как раз кроется ключевая проблема. Они попробуют всеми силами отказаться от справедливого протокола, который они не понимают, чтобы достичь своих реальных целей, которые заключаются просто в том, чтобы зашибать бабла. Так что, если вы думаете, что мы победили, после подтверждения от банкиров и крупных инвесторов, и больших корпораций, и после того, как PayPal полюбил нас, то вы пропускаете очень-очень важную вещь. Все эти организации, которые сейчас подтвердили систему такой, как она существует сегодня, не понимающие справедливость протокола, кроющиеся в ядре, они приложат все усилия, чтобы дискредитировать этот протокол. Они вернутся назад к механизмам, которые они знают и понимают. Они скажут, ой, это замечательно, что вы достигли этого, но у нас есть идея, как нам перейти на следующий уровень. Реально масштабировать это, реально сделать это возможным для широкого использования, для мейнстрима. Мы знаем, как положить это на надбирж, на NASDAQ, чтобы все было быстро и по всему миру, чтобы все в любой точке мира могли быстро получить доступ и участвовать в этом. Они не видят причины, по которой вы должны убирать третью сторону, доверительное лицо, потому что эта сторона всегда работала на них. И все эти знаменитые миллиардеры и компании, которым вы сейчас аплодируете, они только сейчас наконец-то поняли, что биткоин здесь надолго и собирается остаться, что криптовалюты, децентрализованные приложения, блокчейны, все здесь, чтобы остаться. И они производят инновации и ценность по всему миру. Они посмотрели на эти вещи и сказали, о, это фантастика. Эта монетарная политика 21 миллиона монет замечательная, блестящая. Но, если мы действительно хотим, чтобы это было на NASDAQ, то, что нам нужно сделать, так это выдать майнерам лицензии. Таким образом, это даст нам уверенность, что ни один из майнеров не производит нелегальные транзакции. Мы также должны выдать лицензии операторам узлов, но вот, чтобы никто не мог производить никакие нелегальные транзакции. Короче, мы реально можем сделать эту систему большой, надежной и справедливой, до тех пор, пока все будут нам подконтрольны. Все майнеры, все узлы, все будут идентифицированы, лицензированы и нам подконтрольны. И подчиняться нашим правилам. Перестаньте аплодировать. Начните вспоминать, зачем мы это делаем. Что действительно, по правде, уникально в этой системе, которую мы с вами построили. Это система, которая производит честный результат без привлечения третьей стороны. И те же самые люди, кому вы аплодируете, хотят стать этой третьей стороной. Вот, собственно, ребята. И обязательно, кстати, посмотрите это видео целиком, если вы его не видели, сейчас оно появится у вас сверху. Собственно, мысль-то в чем? Что биткоин создавался как иголка, которая проткнет этот пузырь. Как самостоятельная система, существующая отдельно от банков, от институционалов, понимаете? Как ответ на нашу финансовую систему. Но сейчас мы видим, что все больше и больше игроков хотят прийти в эту сферу. Опять же, из-за жадности, из-за быстрых иксов. Вы думаете, они за технологию туда все идут? Нет, конечно. Но считаю ли я, что это окажет сейчас давление на цену биткоина, и мы уйдем ниже, типа как это было на пике 2017 года, когда запустили фьючерсы на Чикагской товарной бирже? Нет, не считаю, ребята. Я считаю другое, что да, нам сейчас нарисуют, конечно, локальный бычий рынок, скорее всего. Может быть, через накопление. Это уже сейчас неважно, мы более глобально с вами говорим, что в какой-то момент по вот этой вот синусоиде, скажем, у нас будет еще бычий рывок. Но проблема в том, что чем больше институционалов, тем ниже будет волатильность, и они просто сделают из биткоина стейбл в какой-то момент. Не будет таких памп и дампов. То есть да, может быть, будет финальный рывок, потом финальный дамп, но в целом их задача будет выровнять цену битка. Это, конечно же, хорошо, чтобы у него было массовое принятие, все использовали биткоин как средство не накопления, а средство для платежей, допустим. Но понимаете, какая тема? Люди-то будут, большинство людей будет хранить его неправильно. Они будут хранить его на всяких кастодиальных кошельках, сервисах, на всяких Paypal'ах, и типа в интернет-банках, типа Celsius'а того же, или там мы видели сейчас кучу прецедентов, что схлопываются централизованные сервисы. Те же самые биржи, вон, люди хранят большинство своей крипты. 90% крипты люди хранят на биржах, на Binance, на Bybit'е. Ну это же бред. И суть в том, что не ваши приватные ключи, не ваши биткоины, ребята. Поэтому BlackRock, он может скупить сейчас хоть все биткоины. Капитализация биткоина на данный момент смешная. Полтриллиона долларов. А капитализация всего крипторынка чуть больше триллиона. И опять же, помните то, что я вам говорил, капитализация – это дутая цифра. Там таких денег нет. Капитализация – это всего лишь количество монет всех, даже не тех, что есть в обращении, утерянных, любых монет, ходлерских, умноженное на цену последней сделки. То есть BlackRock в теории может скупить хоть все биткоины, правда запампит цену этим в бесконечности, и могут нарисовать To The Moon реально хоть на 100, хоть на 300, хоть на миллион долларов. Понимаете? Но наша задача с вами будет не продавать BlackRock. Осознайте сейчас эту важную мысль. Наша с вами задача – это ходлить. Потому что ходл побеждает, ребята. Ходл побеждает, если вы просто смотрите в историю и видите, какие цены были и какие стали. OnlyHodl, друзья. Поэтому наша с вами задача – не продавать ни BlackRock, ни Майклу Сейлору, ни Илону Маску, никому не продавать свои биткоины, а держать их стараться на холодных кошельках и самим управлять своими приватными ключами. Потому что в этом принцип биткоина, ребята, в том, что вы являетесь сами своим собственным банком, и никто за вас не может решить, как распоряжаться вашими средствами. Вы можете перемещаться в любую точку мира, отправлять в любую точку мира любые суммы в эквиваленте долларов, там хоть миллиарды долларов с ничтожной комиссией за 10 минут перемещать средства. И только вы будете знать в своей голове, что они вообще у вас есть. Вот в чем ценность биткоина и криптовалют, друзья. Поэтому не вздумайте продавать BlackRock. Они сейчас могут начать скупать ваши битки, реально, и пампить цену в бесконечность. Но суть в том, что если вы их продадите, то они будут у них, и они потом вам их будут пытаться напарить дороже перед следующим циклом спада. Вот о чем речь, друзья мои. Поэтому держите свои биткоины. Такой вот сегодня философский обзор получился из-за новостей этих. Подписывайтесь обязательно на канал, к нам в Telegram. Поддерживайте обсуждение этой новости в ветве дискуссии. Ну а по поводу локальной картины, что тут сказать? У нас все еще покупки на Candle Wave. Все еще мы удержим идеально зеркальные уровни. Но я немножко начал разгружать свои спекулятивные позиции. Только свои спекулятивные позиции на фьючах, ребят. Я скинул примерно где-то по 25-30%. Вот по эфиру был хороший забор. Не потому, что я не думаю, что мы не пойдем еще выше. Нет, я как раз думаю, что мы пойдем еще выше. Но просто скидываю, потому что надо обязательно забирать прибыль, ребята. Не забывайте забирать прибыль. Для тех, кто не понимает, как забирать прибыль, просто вы нажимаете кнопку частичное закрытие по лимитке или по рынку, закрыть позицию. И закрываете не на всю сумму контрактов, а скажем там вот на 1,6. Хоп. И вот я сейчас DOT свой сокращу на 1,6. Вот что надо делать периодически. Потому что иначе, ну зачем, все, цена разворачивается. И вы видели хорошую прибыль, а в итоге снова сидите в убытках. Нет, так не работает, ребята. Цена в любом случае в какой-то момент будет разворачиваться и тестировать вот эту поддержку. Я думаю, что дойдут зайти еще, если не ниже, то хотя бы по тем же значениям. И потом полетим наверх. Вот. ETC, кстати, тоже неплохо пошел. Вообще ETC красавчик. Смотрите, вот это я чертил неделю назад, кто помнит. Пальцем в небо и прям точно отработали W и пошли наверх. Короче, все ссылки в описании. Если вы не знаете, как торговать на бирже Bybit, обязательно посмотрите обзор. Сейчас он появится у вас сверху. Вот тут. Если вы хотите купить крипту, все ссылки опять же в описании. На лучшие кошельки, рабочие обменники. Ну и всем, конечно же, профитролей. Торгуйте осторожно. Не забывайте складывать на кошельки, ходлить. И увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok